Продолжение следует... 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 Форма – есть знание. Развестный способ существования – форма – знание. Форма возникает путем знания себя. Форма узнает себя, познает себя, знает себя, как нечто-то действие. То есть себе познает творчество. Но вроде же форма должна быть вечной. Как она возникает? Это метафора, что ли, какая-то? Ну, можно сказать, что форма – вечная. Понимаете, о первом, что она возникает, да? Если форма сначала возникает, то вопрос, когда она возникает, и что-то случилось. Просто форма, плохо сказано, возникает, существует, форма существует тем способом, что знает себя. То есть знает себя как форму, или как, опять же, тождество. То есть с самого начала? Да. Просто существует, как знающие себя творчество. Первоначально здесь акт знания и акт существования совпадает. И форма чистая. Да. Знание себя и существования совпадает. Неразличение. События знания себя и события существования совпадают. А почему тогда возникает требование двигаться дальше, если изначально существует знание в своей чистоте? То есть, вроде бы, как цель достигнута с самого начала? У меня получалось так, что форма может и не двигаться. То есть, мы говорили, это не негеревская ситуация, когда форма вынуждена двигаться в силу своей превращивости. Ну и понятия двигаются. У нас форма... Мы посмотрим первые шаги движения и оцениваем, что это такое. Вот так, вообще-то, получалось, что форма не вынуждена движения. Хочет двигаться, хочет двигаться. Но первый шаг представляет собой тождество. Знание формы себя и существования формы. Что это значит? Это значит, что форма, зная себя, знает только свое существование. Совпадение знания и существования, что означает? То есть, что знаем только то, что есть. Это значит, что форма, хотя она является формой, то есть, является тождественной себе, готовой, но она не создает себя как форму. Она не сознает свое тождество, она сознает только своих людей. В первом шаге, который мы обозначили как простой есть, форма знает только о своем существовании, но не знает, что она форма. Тождество. То есть, не знает, что она тождество. В нашем сознании есть только бытие, но не тождество. Но один фокус. Знание совпадает с существованием человечества. Тождество означает, что то, что мы, собственно говоря, знаем, что мы сознаем, это простое есть. А что есть, то, что эта форма или что-то ступит, неизвестно. То есть, это можно выразить так. Форма является формой, но не сознается как Бог. И здесь видно, что можно двигаться, но не видно, зачем двигаться. Подряды. Вы не обращали внимания, так же интересно. Вы сами делали такое выражение, как будто вы посмотрели за кем-то. Сами забавляетесь. Сами забавляетесь. Форма в качестве тождества определяет содержание. Но поскольку форма не сознает себя тождеством. То оно не создаёт себя и условием содержания. То есть, раз оно не создаёт себя формой, то оно, создаёт тебя и причиной содержания. Хотя является этой причиной. Поэтому представляю формуировку. Формой является причиной становления содержания, но не создаёт себя этой причиной. То есть не создаёт своего отношения к содержанию. Содержание, раз форма есть, то есть и содержание. Раз форма есть, то, очевидно, есть и содержание. Вопрос в том, что знает, вот об этом мы не говорили ещё совсем. На последнее занятии в нашем, очень давно бывшем, я сказал, что содержание вообще не существует ещё для формы. Это не ты, это, как говорили мои приятели, шутка. Так, а разве форма не определяет, что вообще содержательность какая-нибудь есть? Разве до формы не хаос находится? То есть у чистой возможности, ну, как бы, непонятно чего там, никакой определённости? Без формы, да. Вообще разговор даже поставить без формы, до формы, это вопрос как бы неправильный. Если форма перевещена, значит, содержание всегда только в форме. Содержание что? Ну, вот вы говорите о каком-то содержании. Остановление. Правильно, да. Вот это содержание, оно может быть только в форме. И разговор о том, как оно существует до формы или вне формы, это разговор некорректный. Раз форма перевещена, то в принципе содержание таким другим способом не существует, как только в форме. А форма может быть чистой, потому что она перевещена. Содержание существует только формой, говорите вы? В форме. В их форме, ну да, в их форме. И по-другому никак, никакого до нету у содержания? Нет, конечно нет. Какого до нет. Но я этого не называю, что это помню. Нет, он мне показал, что вы хотели сказать, что содержание тоже имеет какой-то независимый источник, параллельно. Как бы два источника. Одна форма, а с другой стороны как бы вот некий хаос. И они синтезируются в виде того, что мы видим содержание в форме. Шаус есть или нет? И становление интересная вещь. Становление это как бы может. Вот форма есть, а содержание может быть. Содержание возможно. Всегда, правда, не видно. Оно возможно в форме. Вообще-то, правда, не только в форме. Значит, что самое в чем может? Если может быть в форме, то это просто ерунда. Это просто может быть, а может не быть. А здесь будет. До действительной формы и о возможном, и о чистой возможности, как в хаосе, нет смысла говорить. Потому что возможность определяется по отношению к действительности. И это только. Так вот, я просто о своей ошибке. Я заехал там, трудно начинать. И сказал, вы же так волатые листы. Потому что форма еще не знает себя как форма, то для нее, для формы, нет содержания. Это, конечно, не так. У меня просто раньше был разговор о том, что есть некий хаос. Вы помните, как это ваше первое построение? И что форма как бы работает в этом хаосе. И из этого хаоса превращает некий, создает из этого хаоса некий порядок. Вы напоминаете малорной юноши, если напомнить? Угу. Спасибо, как хорошо. Не, ну просто это такой романтический разговор, что вот некий хаос есть. Вдруг возник ум, да, который все упоядачил, как он отца говорит. Когда легкий хаос должен смахнуть растроганную слезу, эх, были времена, чёрт, повери. Ну чё, я как раз в работе подбежал, вспомнил эти времена. Продолжение воспоминания. Продолжение воспоминания. Ну раз она есть, то в ней возникает содержание. Что знает форма, которая тебе знает только то, что она есть? О содержании. Содержание возникает, как нечто одно. В тождественной себе форме содержание возникает, как нечто одно. Есть, кстати, слово одно, потому что эти слова подходят, потому что сказать возникает, как равное себе, это смешно. Что оно возникает, изменяется, движется, по-моему, что она равна себе. Не на этом же другого слова. В тождественной себе форме содержание возникает, как нечто одно. Но поскольку форма не знает себя формой, тождественной, то форма не может знать и возникающее содержание, как нечто одно. То, что форма знает о содержании, только то, что содержание становится. Форма знает о содержании не как становящееся одно, а как просто становящееся. То есть, о себе получается такая картинка. Сейчас у меня получается вот такая картинка. О себе форма знает, что она есть, а о содержании форма знает, что оно может быть, что оно становится, что оно возникает. О себе форма, вот эта вот оппозиция есть. И может. Да, это вот как первоначальная позиция, с которой оно умеет. А может быть, и становится это одно и то же в общем время? Да. То есть, может быть, оно имеет такой вероятный смысл по вашему счету. Может стать, а может и не стать. А становится, ну, значит, она становится синкоративностью. Если этот смысл есть, то, значит, надо по-другому сказать. Я не вкладываю. Ведь это же, кстати, достаточно интересный разговор. Действительно, форма осознается в качестве уже готовой. То, что, да, и в том, что она, безусловно, есть. А содержание тогда, оно может выступать по отношению к этой форме двух смыслов. Первое, как нечто, что с необходимостью становится в этой форме. И второе, что в этой форме может быть, а может и не быть. Ведь согласитесь, это два очень разного смысла слова. Да? Да. Их, конечно, это различие, надо иметь в виду. Слово «может» и «минематическое». Слово «может» и «минематическое слово». Что будет? Не то, что «может» и «минематическое слово», а то, что становится вне небесной необходимости. То есть есть готовая форма, а содержание – его единственный способ – быть, то есть стать в этой форме. Ну, давайте подумаем, в понятие становления обязательно входит, то есть может ли входить в становление смысл обязательности? Ну, если оно становится, то оно в этот самый момент и становится. Оно еще не стало, но оно становится, значит оно станет. Ну, в этом еще нет смысла должно быть. Все-таки в должностовании это… То есть все-таки может быть, может стать, а может и не стать. Почему такая позиция, что либо может стать, либо не стать, либо обязательно должно? Оно де-факто становится. Ну, если оно де-факто становится, значит оно становится уже прямо сейчас. Ну, как у тебя, например, наступил рассвет, то наступает день. День наступает. Аристот может находиться в состоянии спины вверх, а в состоянии спины вниз. А здесь получается три состояния. Ночь наступает, ночь становится. Ну, вот это тут тогда надо такую вставку делать в духе Аристотеля. Аристотеля. А о том, что становится или что значит становиться, говорится многообразно. А именно, бывает смысл, что может быть, может не быть. Бывает смысл становится, как некоторое, вот, действительно, происходящее. И есть тот смысл, что должно стать. Вот в трех смыслах. Но мы… Становится это, по всей видимости, и то же самое, что… Да. А мы интересуемся как на самом деле, а не как об этом говорят. Разумеется. Не, на самом деле не важно. Главное, что раз эта вставка как раз о том, как… Какой был бы смысл… Это достаточно важный разговор. Потому что разговор дальше о форме… Вот если мы подумаем, будем разве в том смысле, что может быть, а может не быть, был другой разговор. Чем тот разговор, который есть готовая форма, а в ней нечто становится. Он просто берет и становится. Наступает день, да. Сумрак, ничего нет, и в этом утреннем тумане наступает день. Это один разговор. А другой… 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 Разговор… Разговор, что этот… В сумок-сумочном тумане… А дня… А день хочет… Не то, что и хочет. Может быть, а может и не быть. Это же совсем другой разговор. Это разговор о смысле утреннего тумана. В нашем повседневном мире, казалось бы, нет этого элемента спонтанности, случайности или вероятности. Вот у нас утренний туман, а потом занят день. То есть утренний туман – это ситуация становления дня в готовой форме. Ну, давайте скажем так, что все эти вопросы пока что мы не задаем. Все, что мы понимаем – это то, что мы понимаем. Форма понимает то, что она есть, а просрежание понимает то, что оно становится. И не более того. Ну, де-факто. Как правильно сказал, ну, просто факт становления. Вот это вот… Таким образом, первое… Первый шаг, первое состояние. То есть наступил день? Наступает день? Да. То есть чисто наступает день? Да. Просто наступает. Да. День – это уже нечто одно. Просто наступает? Да. Наступает. Это вот состояние, когда… Вот… Это вразличие не делал. Я представлял, у него так много было, что есть актуальная форма, и в ней содержание становится конечно одно. Причем я уже говорил, что о себе форма знает только то, что она есть. То есть вы сейчас различаете субовом ее единственности или одно из формы определенности. Потому что все полагают, что это разные вещи. Почему? Но день же наступает все-таки, он становится некой формой определенности. То есть он конкретный, конкретный день со всеми свойствами. Солнце на небосвободе и всем прочим. Нет, становится одно. Вот если ты уберешь все эти конкретные отсылы к тому, что светает или рассветает, а просто становится одно. Это ни день, ни ночь, ни мужчина, ни женщина. Так в том-то и дело, что становится без одного, Владимир Михайлович. Сейчас. У него становится слово одно. Можно замечать. Слово, Владимир Михайлович? Да, да. Да, именно так. Ничего. Замечание можно сделать? По делу, как мне кажется, замечание. Да, просто вы так переговорите, что ни слова не встает. Дело в том, что у вас получается, что содержание является самостоятельной стороной. Там у него есть какая-то воля, там, день сменяется и ночью, да, там, самостоятельное какое-то еще содержание внутреннее есть, да, там. Мы сейчас с этим согласитесь, да? Не-не-не, а вопрос-то в чем идет? Вот есть вода, да? Вот есть вода. Берем из этой воды с помощью стакана, вот просто льется ручей, или там просто огромный океан. Мы берем стакан и наливаем воды. Так вот, форма этой воды появляется только в момент того, как воился стакан. А до этого ничего не было. Никакой самостоятельности у содержания нет. Поэтому говорит о том, что у него есть какая-то своя воля, какое-то собственное содержание. Одно оно или не одно. Вот, стакан выхватил какую-то форму, да, из воды и... Только не вода, а водка. Я, конечно, встречал в Щипаеве по статье, что водка имеет форму и вообще является водкой только здесь такая. Да, ну вот логика такая, то есть... А есть еще специальная книжка, которая была, наверное, нашей вообще знакомой по поводу непределенного выпивания. Вы ее читали? Нет. По слову выпустила только что. Я... Она мне такую... Потому что вчера ее дала, но я ее читал. Ну вот это Золотой Фонтовской литературе, я со всей определенностью это говорю. Что по ней вообще было трудно предположить. Глядя, она просто волна издалека. Но это вот так оказалось. Ну, сам факт состоит в мысли, которую я пытался донести, что никакого самостоятельности... Я понимаю, никакой самостоятельности у содержания нет вообще. На этой... На стороне содержания ничего нет. Все, что есть на стороне содержания определяется форма. Вот что я хотел сказать. Поэтому говорить о том, что содержание имеет какую-то собственную, ну, определенность, которую оно вносит, там, в виде того, что день сменяется ночью и так далее. Многообразные другие характеристики. Ничего такого не должно быть. Иначе форма не будет просто первой, а будет дуализм какой-то. Ну, вот я... Что говорю? Я говорю, что в форме, в тождественной себе форме, возникает содержание как нечто одно. Но поскольку форма не знает себя формой, то она не знает возникающее содержание как возникающее одно. А то, что знает форма, просто возникновение. Просто... Не возникновение одного, а возникновение. То есть первая позиция... Или не позиция, а первое состояние. Никакой позиции. Потому что одно-то есть, а другого-то нет. Поэтому содержание не является стороной, как у них форма. Другой стороной форма. Форма о себе знает, что она есть, а содержание знает, что оно становится. Не как одно. Не как одно. Эта форма можно узнать только тогда, когда узнает себя форму. Потому что он знает, что в этой форме как актуально становится нечто одно. А пока форма не знает себя формой, а знает только, что она есть. И содержание... Не знает того, что содержание становится как одно. А знает только то, что содержание становится. Вот это вот состояние. Самое состояние... То есть форма единственности, это не есть форма вещей. Ведь казалось бы... Форма единственности, это форма тоже есть. Если мы говорим о форме, то она всегда как бы... Форма... По определенной форме единственности, нет? Потому что форма есть нечто тождественное, то она одна. И благодаря... Тогда и предмет Susan. Тождественности формы становится единственным предметом. Да. Но форма себе еще не знает как тождественная. Он одним становится тогда. Поэтому форма не знает, предмет тождественному себе он или нет. И нет одного, поскольку форма не знает себе тождественную. Итак, нет становления одного, а есть просто становление Все, что форма знает о себе, это есть Все, что форма знает о содержании, то становится, возникает, возможно Это не две стороны, на мой взгляд, не две стороны одного состояния, а одно состояние Я думаю, что это одно состояние, а именно состояние самопознания формы Из одного каким-то образом следует становление с необходимостью Из есть, следует становление Не, но я бы лучше говорил так, поскольку есть, есть, да, поскольку есть удержание этого есть Это нечто другое становится Не так все-таки Это форма понимания бытия, бытие, так как актуальность полностью состоит в том, что нечто в этой форме становится Еще раз говорю, ты рассматриваешь некий дуализм, у тебя содержание приходит с одной стороны, форма приходит с другой стороны Она как-то объединяется и действует А я имею в виду, что кроме формы-то определяющей причины никакой нет И поэтому, если форма стоит, все остальное начинает двигаться Из-за того, что форма себе тоже действована, только в силу этой определенности формы, все остальное является текучим А не потому, что есть нечто отдельно текучее, вот, и оно случайно в глазок формы попадает, да, там, и там, и что-то с ним происходит Нет, форма встала, и как только форма встала, весь мир начал двигаться Если кто-то становится, что-то все остальное вокруг него начинает двигаться Быть формой, это что значит? Это то, что... Быть формой, значит, быть себе тождественным Стоять Но форма еще не значит, что она стоит Но сам факт состоит в том, что форма по природе своей нечто самотождественным И быть формой, это означает, что нечто становится в этой форме? Быть формой означает... Что нечто становится в этой форме Быть формой, это означает, что нечто в этой форме становится Нет, первая определенность формы, как мы говорили, это бытие Вторая определенная форма – это будет тождественность. Возникнет третья определенная форма, что в форме становится содержанием. Нет, быть формой – это означает… Нет никакого заранее определения. Быть формой – это означает, что нечто в этой форме становится. Но тогда не будет философии, если мы будем двигаться в определении. Мы пытаемся понять, как оно феноменологически, как оно на опыте. На опыте сначала мы имеем первый опыт, заставящий то, что есть некое бытие. Потом возникнет и второй опыт, который говорит о том, что есть самотождественность. Потом возникнет третий опыт, в котором понимание содержания обретет полноту, да, что содержание становится в форме. Постепенное возрастание смысла. Да, в первом шаге форма действительно не знает, что она определяет содержание. Да. Поэтому, может быть, в этом трудность понимания этого как одного состояния, а не всяких, не имеющих второго. Ну, соответственно, она знает, что. То, что иное, если она стоит и все остальное движется, то то, что она знает, это движение... В ней, конечно, становится, но не тем способом, что она становится для самой формы. Она не становится для своей формы, а просто активность формы в этом состоит, только в этом простом становлении, которое не дано для самой формы. Почему нет-то? Это становление не дано для самой формы. Ну и что же. Но как мы уйдем дальше этого определения? Если с самого начала формы и содержания будут две стороны общего определения. А потом оно будет дано, значит? Ты просто хочешь держаться некой логике. А вопрос идет о некой феноменологии, как я понимаю. Развитие от некой простых форм более развития, более сложных. Все-таки есть вопрос уже методологии. Либо мы занимаемся феноменологией и рассматриваем, как опыт как из опыта развивается опыт понимания, что такое форма. Что есть некие первичные интуиции, а потом есть некие более высокие гармоники, понимания того, что такое форма. Либо мы сразу занимаемся логикой, из которой понятно, что форма содержания — это дополнительное определение, и они в полноте должны быть всегда сразу. Либо логика, либо все-таки феноменология. Я так понимаю, что Олег Михайлович все-таки феноменологией занимается. Если у нас возникает... То есть у нас именно что вопрос идет в том, как возникает знание его формы. А возникает знание, может только феноменологией. А в логике сразу все знание дано. Или все-таки здесь какая-то синтез какой-то, двух подходов. Я не могу сказать. Я могу сказать, что это видо-чувственное. Вообще-то не логикает. Ну, конечно. И не феноменология. Да. Олег Михайлович, еще раз. Значит, это все единое акт познания формы... познание формы себя. Да. Тебя. Оно состоит из того, что просто есть и становление. Да. Как-то это не подтверждает понимание. Да, я тоже считаю, что должен быть единый принцип. Если мы считаем, что форма является первичной причиной, то все остальное должно быть определяться только исходя из понимания того, что есть форма. То есть становление это есть не что иное, как некий результат того, что форма стоит. Вот форма стоит, значит все остальное движется. То есть как вот система отчета есть. Да, если мы стоим, как бы все относительно нас движется. Если мы пошли, как бы, да, там все... Если кто-нибудь другой стоит, да, вот относительно этого другого, может быть, я двигаюсь там и так далее. То есть все относительно в каком-то отношении. Так вот если форма стоит, это и означает, что все остальное движется. А потом эта определенность возникнет именно как определенность того, что содержание в некоторой форме движется, а не просто так. Тогда в принципе будет не кемонизм Будет выдержан, а именно что форма является причиной А иначе, как Игорь предлагает, вообще никакой дуализм Есть два источника Один источник это содержание, другой источник это форма Они как-то там постоянно вступают во взаимодействие Возникают какие-то эффекты Тогда будут две причины Есть внешняя причина, да, ночь сменяется днем Есть внутренняя причина А именно форма Получится, в общем-то, Гейбель Как разъяснить эту исходную точку В которой сочетается есть и становление Так это просто нельзя оставить Это вообще не подлежит никакому пониманию Это издевательство Общая англа, когда она совсем становится на некоторую Такую внешнюю точку зрения И описываем исходное начало Это состоит в том, что форма есть, а содержание в ней становится Это вполне себе понимаемая форму Когда вы ее уточняете в том смысле, что самопознание формы состоит в том, что есть и становление Ну, я не знаю Как-то надо аргументировать, как-то разъяснить Потому что, ну, все Ну, как Со всей любовью Если форма о себе знает только то, что она есть А что и есть Она не знает, что она форма Она знает только то, что она есть Поскольку форма уже есть И есть именно как форма Хотя и не знает об этом Она есть как форма, но знает она и осуществляется то, что она есть В этой форме И это, кстати, реманс, да? Непонятно, что есть, да? Как вы сегодня говорите, да? Есть одно или форма? Есть? Понял Ну, то есть, здесь имеется только достоверность есть Ответить на вопрос, что есть Форма не в состоянии Это есть одно Это есть форма На самом деле, никакой такой определенности в самопознании формы здесь нет Просто есть Да Просто есть Ну, вот да Для этого места все понятно Остановление Остановление В общем, такое же рассуждение Поскольку форма уже есть Как форма, хотя не знает об этом То Содержание в этой форме становится Становится один единственным способом Как нечто одно Но поскольку форма не знает себя формой Такая и о содержании То, что содержание становится как одно Что же форма знает о содержании? Только то, что содержание становится Не становится одному, а просто становится. Тогда она должна сказать, что есть становление. Если она не знает себя, а при этом движение становится, то тогда форма должна обнаружить только то, что есть становление. Но не то, что есть и становление. Если вы хотите сказать, что надо рассматривать как два рода путия. Есть как есть и есть как становление. Ну да, это вот нечто вроде гегельских качелей, только из начала логики. Путье и становление. Как самостоятельные некоторые стадии. Тогда это понятно, но лучше что-то другое говорить. Я знаю, что я есть, а содержание становится. Я знаю, что я есть, а содержание становится. Причем одновременно. Нет, нет, нет. Если она как форма, она бы знала, что содержание становится как одно. Потому что она как форма, значит, что я актуальна. И следствие будет то, что я знаю, что содержание становится как одно. Я-то как раз предлагаю, чтобы эту проблему разрешить, сказать, что если есть, то отсюда следует, что все остальное становится. Как вывод. То есть, если форма есть, все остальное становится. Это две стороны одного и того же есть. Со стороны формы есть, постоянное настаивание на этом есть, а со стороны содержания есть, это означает становление. То есть, если кто-то встал, то все остальное двинулось. И как бы две стороны. Поскольку у нас два момента, да? ведь форма и содержание – это два момента, то эти два момента одновременно каждый раз расклеиваются. Они расклеиваются по линии формы. То есть, если форма просто есть, то все остальное, оно становится. Если форма тождественна, то все остальное одно. И так далее. То есть, определенность приобретает два момента одновременно. В зависимости от того, как понимает себя форма, и второй момент определяется по отношению к форме. Я имею в виду, а второй момент – в смысле содержания. Если выбирается точка отчета То все остальное Да, определяется от него Да, именно так То есть тогда принцип будет единый А не так получается, что каждый раз надо будет состыковывать Два различных принципа С одной стороны содержание, с другой стороны форма И мы каждый раз спрашиваем, как они сочленены То есть вопрос, я так понял Игоря том и состоит Как это вот содержание становящееся И бытие сочленены Как они одновременно существуют А вопрос состоит в том, что если форма есть То все остальное становится Что такое остальное неизвестно Пока форма не может различить себя Отличить себя от остального Проблема даже не в этом Проблема в том, что здесь Как сказать, что есть Вот если сказать, что форма есть То это сразу уже Предподразумевает, что форма знает себя Как форму И становится в ней уже Одной Но если начинать раньше То как тут сказать, что есть А тут еще нет уговорений Тут скорее есть опыт Есть некий опыт Бытие ведь проживается Бытие же не высказывается Пока есть некий проживание Бытие как проживание Ну Опыт И относительно этого проживания Все остальное становится Тут даже сказать ничего нельзя Потому что если мы скажем Это уже некое развлечение И определенное Вот именно если говорить об опыте То я еще согласен понять Что есть некоторый опыт Простого есть Да Есть опыт Становления Чтобы это в себе не заключалось Нет, одновременно Есть опыт есть И в этом опыте есть Есть становление Я такого опыта не понимаю Ну как, ты нечто встал И относительно этого нечто Относительно точки Все остальное Начало двигаться Так нет этой самой Никакой точки Понимаешь Форма Это и есть точка И более того И то, что есть И становление Это, между прочим Самопознание формы То есть Этим, кстати, снимаются Твои общие опасения О том, что есть два начала Да Формы и содержания Нет Нету Вот Самим тем, что мы соглашаемся Что Все Все это описывает Самопознание формы Мы снимаем эти все опасения Все Их выбросили Не боимся этого Мы их все преодолели Вот Но само вот это вот Состояние Есть И становление Мне глубоко непонятно Ну правда А мне кажется Что если ты вот стоишь Относительно тебя Все двигается Вроде же понятно Такой образ Ты стоишь Люди двигаются Двигаются Машины Да, ты стоишь Ты вот стоишь И стоишь Ты наставишь на своем Ты форма Ты стоишь А все остальное движется Ты не знаешь Это правило По которому все движется Ты не знаешь То ли ты причиной Этого движения То ли У них есть своя Собственная какая-то причина Но ты знаешь только одно Что ты стоишь А все остальное движется Все. Ты еще не знаешь никаких причин, не знаешь никаких этих... Не можешь какие выводы делать, но только можешь констатировать свое пути и становиться. Констатировать уже нужно гораздо больше укрепить форму. Она должна стать более явно выраженной. Не, констатировать чисто только как на опыте. Ты открыл глаза и видишь, что все движется почему-то, а ты стоишь. Так вот именно. Для этого нужно, чтобы уже было нечто более определенное вместо становления и нечто более определенное вместо простого есть на месте меня. Вот когда этого станет более богатым я, стану более богатым содержанием, тогда это более-менее понятно. Но сейчас-то пустое есть и просто становление. Как эта чертовщина может... А каким иначе способом форма может предшествовать содержанию? Других способов-то ведь нет. Если только как чертики с табакерки могут выпрыгивать. А так единственный способ, как она может предшествовать содержанию, тем способом, что в этом становлении раз гвоздик вбили, поставили точку и все остальное стало относительно точки как бы это двигаться. Что такое движение? Движение всегда эти два момента. Момент то, откуда движение отчитывается, некая точка и остальное. Если есть какой-то хаос, в нем нет движения, пока точку не поставили, который определяет, что относительно ничего происходит движение. Не знаете ли, форма, ну как бы, не знает, что она содержит содержание, и что она крещена, но фактически является причиной, потому что форма есть, а содержание еще нет. Содержание только может быть. я понимаю, что я есть, и я одновременно понимаю, что содержание будет. Это вот самая такая буквальная ситуация, что-то такими словами вы определяете, что меня и мира. Вот такое самое первое понимание себя и мира, что я есть, а мир будет. Олег Михайлович, вы тогда определяете два начала первого. Потому что у вас содержание, оно будет, это означает, что оно где-то само по себе где-то есть, и вот оно войдет. из-за того, что так описывается эта ситуация, возникает, то есть, поскольку я как форма не знаю себя в качестве причины, то, конечно, я с такого понимания себя вижу различие между собой, есть и становление, которые просто, ну, две большие разницы. Отсюда, в этом месте ты начинаешь говорить, что у вас два начала. Ну, тогда да, тогда это же я больше понимаю. Это не два начала, потому что все-таки формой причина. Просто она еще не знает себя в качестве причины. В силу своего незнания себя как причины, в силу своего незнания так описывает ситуацию. Но, став на некоторую внешнюю точку, вот я понял в чем дело, то есть, описание этой ситуации как единого акта самопознания, это все-таки некоторая внешняя рефлексия по отношению к форме. Потому что, погрузившись в саму ситуацию, форма просто обнадушивает есть и становление. Как бы, и то, и другое. Да, тогда это можно поменять. А что изменилось, я не понял. изменилось то, что определение сочетания есть и становление, то, что это есть один акт. Это знание возникает только с точки зрения внешней рефлексии, но не для самой формы, которая знает себя как есть и знает становление. Да, раз форма не знает себя причиной, то, конечно, для него нет обоснованного единства событий. Вот, конечно, его нет. А вообще-то единство событий есть, но он как бы такой вот наивный, как первая ребенка. Да, ваш текст надо писать в виде диалога внешняя рефлексия и внутренняя рефлексия, чтобы знать в точности некуда говорить не. хорошо, значит, на самом деле меня тоже немножко грезет по этому месте, но мне тоже хочется что-то добавить. Но, раз мне нечего добавить, главное, нечего. Значит, форма о себе знает только то, что она есть, а содержание только то, что оно становится. То есть, становление как таковое. все-таки оно бытие или самого себя от содержания отличает. Самого себя от содержания отличает. Да. Но, потому что это странно, себя не знает, но отличать отличает. Это же странно. Я-то как раз хотел сказать, что форма знает, что есть, но все остальное, в силу того, что она настаивает на этом есть, от него отличается. Не потому, что форма что-то отличает, а потому, что она отличается. Отличается в силу того, что если форма наставит, что есть, все остальное становится чем-то другим, оно движется, протекает. Оно не знает, что это другое. Оно не задумывается об этом, что вот есть форма и есть другое. Лучше, если изначально природа и новая. Вообще-то содержание как бы... Все-таки у нас должна быть всегда двоица, но не двоица в смысле того, что форма их различает. Вначале, по крайней мере. Мы должны все-таки, мне кажется, следовать тому, что должен быть единый принцип. Здесь вариант такой, что становление это просто незнание необходимости есть. Даже не просто незнание, а это как бы эффект. Вот знаете, как бывает эффект? Из-за того, что форма есть, все остальное становится неким эффектом. И вот этот эффект того, что форма есть, это и есть становление. Если что-то одно есть, то все остальное становится становлением. Когда форма есть, остальное может... Я хочу сказать, что то, что все остальное становление, это незнание формы, это эффект того, что форма есть. Первое. Форма есть, знание только, что есть. Никакой определенности она не знает. Ничего отличить одно от другого она не может. Но ситуация, ну сама ситуация, как мы ее раскрываем, ну можно сказать, есть с внешней рефлексией, что кроме того, что форма она ставит, что есть, есть еще становление. Нет, вот получилось все грустно, на самом деле. Получилось очень грустно. Потому что получилось, что первоначальная ситуация, она состоит, простое бытие, которое состоит в неразлеченности формы и содержания. То, что вы хотите сказать, это неразлеченность формы и содержания. Это грустно. А почему они различены? Они неразлечены и получается. А если они в нем становятся одно что-то... Она же не понимает, какое содержание им становится. Смотри, вот, когда Олег Михайлович говорил о хаосе, на самом деле... Ну есть же разница в межведействии и становлении. Смотрите, когда Олег Михайлович говорил о хаосе, в каком-то смысле мы сейчас говорим тоже о таком же хаосе, только в другом нет смысла. Нету разницы. тогда может быть есть и становление. Есть? Нет. Из-за того, что нет содержательного отличия между формой и становящимся, это не значит, что мы не можем различить форму и становление. Если непонятно, что у тебя становится нечто одно, в том числе, ты не можешь в этом самом деле просто мы тебе отличить форму от становящегося и несодержания. Поскольку ты не можешь различить, то в числе бытие оказывается такие формы, оказывается состоит в том, что у тебя форма и состояние отличить себя от содержания. Содержательный не может, да. А формально? Да и формально не может. Нет, она, посмотри, вот форма не... Подожди, в чем совпадение есть и становление? Не, ну он прав. Форма, если не знает отличия, то значит, как бы и не знает, что что-то другое вообще есть. Она есть? Нет, нет. Нет, в данной ситуации форма не знает другого. Да, не знает. Форма не знает, что объединяет есть и становление в единый опыт. Потому что быть, это значит становиться. У тебя же нет просто так, чтобы быть было бы. Мы говорили форма вечная. Подожди, ты не прав. Так стоп. Форма изначально есть и всегда была. И нет такого момента, когда она возникла. Влад, вы иногда направляете на себя, а то вы окажетесь, что это Богом. Такая, это же лучшая позиция. Только голос. Слишком близко сижу. Надо было дальше сесть. Если форма дана себе до самого становления, то этот донос и предмет становятся одним. Потому что он в этой самой форме становится. То есть, единство предмета обозначает данность формы себе до акта стопы. Если предмет один, тогда и форма себе тождественная. Форма себя знает. Ну, это другое свойство. А мы хотим получить некий до этого, некий предварительный опыт. Да блин, мало чего мы хотим. У нас получается либо то, о котором ты проговорил, либо то, что когда у тебя бытие, есть неразвлеченность формы и содержание, а третьего не дано. Вот в чем дело. Либо так, как ты сказал сейчас, и как я раньше говорил, чуть-таки на саду назад. Либо вот так. Либо быть, это значит, форма неразличима своего содержания. Это грустно. То есть, непонятно, кто констатирует, что что-то становится. Это грустно, да. Если форма настаивает на то, что есть, непонятно, кто констатирует, что что-то становится. Нет, если форма, не знаю, что она причина. Не знаю, что она причина содержит. Не знаю, что она формой... То есть, у нас первое, абс capabilities оказывается, это неразличенность формы и содержание. Самой формой не различенная. Да, и самой формой и никак неразличенной. Ну, получается, неразличенное... бытие, в котором содержание из формы. То есть суть бытия формы со святым, что она не в состоянии различить себя от своего стерляния. А, Игорь прав, на самом деле. Быть и становиться, если в становлении различать моменты, это ведь одно и то же. Почему? Ну, что стоять на месте, что двигаться без точки отчета, это одно и то же. Форма должна быть пределом, конечно, на одном и другом. Не, ну просто есть, мы скажем так, с внешней позиции есть два способа быть. Первый способ быть, это стоять и быть равным себе. А второй способ быть, это двигаться, да, без точки отчета. Ну и что? И в этим образом они есть одно? С внешней позиции нет. Ну а чтобы их различить, нужна некая, как бы, эта внешняя позиция, которой у формы нет. Как она сможет это различить? Ей нужно взять эту внешнюю позицию и сказать, да, вот это различается. А с ее позиции, когда она стоит и говорит, что есть, вот эта вот вторая позиция, получается, не видна. Она есть, конечно, с внешней позиции, но для нее-то она видна, для формы? Нет, почему? Форма, она, может, не понимает себя, как причину происходящего, но достоверность самой себе, она есть, это достоверность. Именно эта самодостоверность позволяет форме обнаруживать простое есть. Конечно, по поводу этого простого есть... Как отличие-то? Другое как отличие, ведь... Какой другой? Другое, содержание, содержание. Оно же другое? А содержание отличается только тем способом, что становление. Вот здесь, если угодно, можно, может быть, сказать так, что есть, для формы есть два смысла. Есть смысл есть, и смысл становления. Вот, вот это хорошее. Два способа быть в форме. Либо форма... Бога ради, может быть так. Вот, главное, что видите два смысла, они различаются совершенно четко. И почему, Игорь, говорит, что здесь они абсолютно смешаны, я по большому счету не понимаю. То есть форма мелькает, да, между позицией, что есть, и между тем, что она становится. Нет, просто в форме ясно и тот, и другой смысл. Содержание становится формой. Содержание становится формой. Совершенно, ну, Бога ради. Содержание становится формой. Есть два момента. Либо форма наставит, есть, 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 либо форма раз, и это уплыло в содержание. Либо опять, есть, 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 и раз, уплыло. Вот так что ли? Вот так получается? Мелькание такое? Да не, не, не. Не эти перескоки, да? А в форме ясно и то, и другое. В одном едином акте. Не перескакивает от одного к другому. Что либо простое, есть либо простое. То есть различие положено изначально. Между ними. Ну да. А тут, а мы-то хотели говорить о бытии, где различие еще не положено. То есть состоит смысл, что форма наставит на том, что есть, различие еще нет. Чистое бытие полностью. Все покрывает. Все, ничего больше нет. Различие еще не положено. Если различие положить, то сразу возникает граница и одно. Вот сколько я помню, еще живой автор, правда, есть. Сколько я помню, никогда не было такой исходной точки. Как не было? У Олега Михайловича, у Олега Михайловича, одно появится на следующей стадии, когда форма будет отличать себя от содержания. То есть в каком-то отношении, что такое одно? Это когда нечто будет взято в его границе, когда границы будут положены. Когда бытие будет взято вместе со своей границей. А вот первое бытие, оно безграничное. Это некое безграничное бытие. Нет, это грубая экстраполяция в сторону Гегеля. Еще раз. Общая ситуация, начало, как звучит? Что форма есть, содержание в ней становится. Нет никакого безграничного бытия, которому бы противостоял какое-то безграничное становление. А потом бы они как-то гармонизировались. Ничего такого. Ситуация совершенно другая. В форме становится нечто. Ну, и получается, это самоопределенность нечто. Ну да. А если, а все, что происходит... Да хорошо. Но у нас-то иначе. Мы-то пытаемся иначе. Что оно нечто становится, но определенность нечто при этом не приобретает. Ну, в чем дело? Правильно. Ухватывается момент до того, как становится... То есть возникает либо бытие, быть формой, это означает не различать форму основного содержания, либо, значит, различать форму основного содержания. Тогда у тебя содержание становится чем-то одним или нечто. «Извини, ссылку надо будет». В общем, я предлагаю забыть всю эту дискуссию. Олег Пикалович, вырезать ее из видеоролика. Нет, она просто не признается. Мы главное, чтобы забыли. Это документ. Ну что, то есть, либо быть, что разговор совершенно премиативный, неинтересный. Быть – это означает, не означает форму содержания, либо премиативный, либо другой разговор, когда форма, по большому счету, актуальная. Быть, и при этом, тогда у нас становящее содержание в этой форме принимает форму одному. отретье не дадут. То есть, в ситуации быть никакого становления нет? Нет. Нет. Думаю, нужная оппозиция. Она становится одним или разным становится? Если она становится в форме, то она становится одним. Если мы отличаем форму от содержания с самого начала, тем, что можно родить до всякого содержания, то в каком-то смысле у нас становится одним. В той самой форме, которая есть до содержания, раз она есть, то она становится одним до всякого содержания. А нам надо, чтобы содержание с самого начала было, Олег Михайлович? Почему мы не можем сказать, что вначале просто есть бытие и все? Мы пытаемся понять, что значит быть, быть бытием. Что значит быть? Это быть в форме, а не быть в форме. Потому что здесь возник странный вопрос констатации. Кто будет констатировать, что в становлении есть в становлении? Форма. Что за дурацкие? Так если она будет отличать себя от становлений, значит она будет себя знать. Игорь об этом и говорит. Получается, как она... Игорь говорит другое. Игорь говорит, что либо полная каша и форма ничего не может отличить, не есть. Быть это означает не различать себя от снежа. Вот. Чем неопределение бытия? Либо... Наивное, афроическое, но может есть такой смысл. Вот. Либо быть формой, это значит уже ясно понимать, что в форме стало одно. Не, ну вот, послушайте, вот Гегель как делает? У него сначала бытие, потом там возникает становление, я пропускаю момент, да? А потом возникает это наличное бытие. То самое бытие, ваше одно. Получается, что Игорь, что о чем говорит? Игорь говорит о том, что от бытия, если мы знаем, что что-то есть, прямой путь, как бы, сразу к одному. Причем становление является промежуточным моментом, а не одновременно. Нет, далее, просто проговорим еще раз, что мы проговорим. Форма есть, появилась. Появилась, есть-то как форма не так. Но она не знает себя как форму. Она знает только то, что она есть. Хотя она форма, а не что-нибудь другое. Поскольку она форма, а не что-нибудь другое, то в ней становится задержание. И становится как нечто одно. Опять-таки. Так все-таки одно? Так об этом и состоит. Игорь, ты и наставишь, что сразу есть одно, он говорит. Нет, я что-то говорю. Форма появилась именно как форма. То есть, как нечто старшее, равное себе, и как причина содержания. Потому что все одно и то же, быть формой, быть актуальной, быть причиной содержания. это... Как бы сказал Ленин, не надо трех слов. Достаточно одного. Но форма не знает об этом. Все, что она знает, простое и есть. и в этой возникшей форме содержание может возникать как нечто одно. Поскольку форма не знает себя формой-то, а только является ею, то и содержание не может знать, что оно одно. А знает только то, что содержание... содержание является одним, но не дано для самой формы в качестве такого. Да. Если только об этом разговор, то, по-моему, все есть. Но это не страшно. Да ладно, нормальный разговор. Вот. Ура. Тут все согласно. Но если форма существует, как знающие себя дожесты, то как она существует, если она себя не знает? Если она знает, только есть. но опять же, как она себя уловляет, как отличающаяся от становления. Но тут разговор в себе и для себя. Понимаете, это просто привычная позиция, актуальная потенциальная. Да. В себе и для себя, можно сказать. А, у нас это умеет. Там все-то все говорят, актуальная потенциальная. форма актуальная, форма потенциальная. Так и Аристоклик говорит. Форма актуальная, а материя потенциальная. возможности. Бытие в действительности, и бытье возможности. Бытие в действительности, бытье возможности. Как важность и потенциальность, или как есть безэктуальность. Самоданность какая-то привычная. Да, здесь важно соображение, что знание совпадает с бытием. Потому что самого знания, как знание, не существует. Знать и быть одно и то же. Это прелесть. Это понятие философии. У методов непрелести. Непрелести. Единственное. Так, у достоинства всегда единственное создание. И разбежись. Хорошо. Предположим, мы с этим закончили. Значит, форма о себе знает только то, что оно есть, а содержание только то, что оно становится. Форма еще не знает, что она форма, и поэтому не знает содержание, что оно одно. Вы знаете только то, что форма есть, а содержание становится. И форма не знает, что она причина, но она не является причиной. Потому что потом по простому наивному сказать, что форма есть, существует, а содержание еще нет. Содержание будет. Поэтому форма не знает, что она причина и фактически является причиной. Все это возникло в результате того, что форма осознала себя. Существует. 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 Потому что форма... Опять, все пререзвращается в том, что это одно единственное достоинство. Существует. Все это существует. Потому, что форма знает себя. И ладно. И так оно и пусть остается. Я не вижу здесь никаких позывов к дальнейшему существу. Есть и становится. Вот такая картинка. Вечный первый – это ребенок. Швязная речь никогда не поширит. Потому что в ней нет нужды. Но если форма продолжает тебя познавать, то это происходит в следующем образом. Мы говорим, что форма есть форма, является формой, но не зная себя какого. Является актуальности, но не зная себя какого. Является актуальности, но не зная себя. Является причина, но не зная себя. Поскольку форма является причиной, и формой, и актуальности, то она предшествует содержащему, то есть существует до содержания. Поскольку же форма не знает ни о своем предшествии, ни о том, что она в форме, то она не отличает себя от возникающего содержания. Или к этому можно подойти с другой стороны. Что значит, если я не знаю, как правильно построить, с какой стороны подойти? Другое рассуждение. Что значит содержание возникает? Ведь это то, что форма понимает и содержание, что оно возникает. А теперь форма понимает, что она есть, а содержание, что оно возникает. Что значит возникает? Означает, что с одной стороны содержания еще нет. И значит форма существует до содержания. Существует прежде, чем содержание возникло. А с другой стороны возникновение означает, что содержание уже появилось. Уже появляется. Значит это будет не становление, а ничто. Содержание уже появляется. Но форма не может отличить свое бытие от бытия содержания. И как бы тонет, исчезает, пропадает содержание. Форма еще не знает, что она в форме, поэтому не может отличить себя от содержания, поскольку оно появляется. Поэтому у формы есть две стороны. Одна сторона, форма существует до содержания. Это можно было бы назвать пустой формой. Но это не форма без содержания, а форма до содержания. Даже до содержания все равно можно считать. Но это только логически, конечно. Никакого дота нет. Только логически форма в том смысле является причиной, что оно как бы логически всегда до содержания. Оно логически до содержания. Или есть содержание чистое пространство времени? Ну типа вот как у камня. И что важно понять? Форма в себе различает две стороны. И вот это вот до или пустая форма, это не пустая форма, а только сторона. Сторона простого есть. Есть простой есть, который понимает становление. Это простой есть распадается на есть до содержания и на нет, то есть на исчезновение содержания. Либо форма берется до содержания, когда она есть, но это сторона первого простого есть. А другая сторона заключается в том, что по мере того, как содержание возникает, форма, поскольку она не знает, что она форма, она не может отличить себя от возникающего содержания. Она просто исчезает, пропадает. Это вот есть до и не есть, это две стороны. Две стороны первого простого есть. Я не очень знаю, откуда начать. Либо в сосреди смысла становления. Если мы скрываем расстановление, то получается действительно форма либо до возникновения, либо уже при возникновении, сыграть возникновение. В детстве до возникновения остаются формы. А по мере того, как содержание возникает, форма исчезает, потому что не может отличить себя, как форму от содержания. Простого и есть то, что знает форма о себе мало, чтобы отличить себя от возникающего содержания, поскольку оно возникает. Простого и есть мало, чтобы отличить себя от содержания, поскольку оно возникает. Но с другой стороны форма раньше содержания. Это тоже не есть в этом первом смысле. В этом первом смысле есть две стороны. С одной стороны форма до содержания, но это, еще раз, только сторона. С другой стороны является форма исчезает. Пропадает как форма, а вместе с ним пропадает все движения. Поэтому в простом есть, есть две стороны. Одна сторона есть до, другая сторона нет. Ну или просто есть и нет. Простой есть, распадается на есть и нет. И соответственно, дальнейшее движение заключается в том, что форма отразделяет себя с одной из своих сторон. Нет присутствует как сторона первоначального смысла. Но развитие этого первоначального заключается в том, чтобы выбрать между нет. Просто так, как ты обнаружил в простом есть, есть и нет, то дальнейшее поток, видимо, действительно заключается с неизбежностью в том, что ты выбираешь есть. Тебя никто не челом заявляет, чтобы различать. Что там есть различать. В простом первоначальном есть что-то различать. То есть ты различил и нашел в нем есть и нет. То ты уже выбираешь есть по самому смыслу. Ну по самому смыслу рефлексии. Рефлексия заключается в том, что мы в простом есть различаем две стороны. И уже рефлексия либо есть, либо нет. А в втором случае ничего этой рефлексии тоже нет. Если мы выбираем нет, обновленная рефлексия, то нет и самой рефлексии. Рефлексия по природе своей заключается в том, чтобы выбрать ту сторону, которая выражается смыслом «есть до». «Есть до» содержать. И когда мы выбираем... И когда мы выбираем смысл «есть до», то это и есть понимание формы того, что она форма. То есть мы уже от «есть» переходим к становлению. От понимания простого «есть» переходим к становлению. Мы понимаем «есть до» — это уже форма как форма. Форма ясная себе как форма. Форма ясная себе как старшись. Форма ясная себе как причина содержания. И содержание становится становлением одного. Для такой формы содержание становится... Или становлением становлением. Время превращается в становление одного. То есть в собственное содержание. Постановление даже из содержания. Там кто-то и говорит право, что содержание. Есть понимание того, что содержание становится как содержание. Вот это так на сегодняшний день. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok